Праздник мы встретим, ёлку нарезаем, вешаем игрушки, шаги, хлопушки. У шестилетнего Максима и одиннадцатилетней Дарьи одно из новогодних чудес уже случилось. Ребятам выпала честь зажечь ёлку желаний и дать старт благотворительной акции. И именно их желание исполнит глава Самары Елена Лапушкина. Что подарить ребятам, она узнала из открыток, которые были размещены на волшебном дереве. Я благодарю всех и, конечно, приглашаю всех наших жителей тоже принять участие и почувствовать себя Дедом Морозом на этот небольшой, но волшебный период времени. Благотворительная акция «Ёлка желаний» в Самаре проводится с 2008 года. В этом году о своих желаниях Деду Морозу уже написали более 800 детей. Это дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также проживающие в пунктах временного размещения граждан ЛНР и ДНР. В основном это традиционные подарки – игрушки, наборы для творчества, современная электроника, книги и одежда. Но есть и очень необычные – электрогитара, светящийся плед, очки виртуальной реальности и многое другое. Как только на «Ёлке желаний» разбирают открыточки, мы постоянно их вешаем. Желания уже написаны, они у нас лежат в коробочке и ждут в своей очереди. Как правило, до 30 декабря разбирают все до одной открытки. Сделать детей немножко счастливее может каждый самарец. Для этого нужно обратиться в городской департамент опеки по адресу Куйбышева, 44, взять открытку с желанием, на которой указаны контактные данные, а затем лично подарить подарок ребенку, чтобы сделать его новогодние праздники по-настоящему волшебными. Коллектив телеканала «Самара ГИС» тоже присоединился к этой акции. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.